Привет, ребятки! Рад приветствовать всех у себя на канале. Сегодня мы готовим очень вкусный десерт. Мы будем его готовить в гриле, но вы можете без проблем его приготовить в духовке. Называется он грушовый фостер, делается он из груши, и этот десерт очень-очень нравится девочкам. Давайте я вам сейчас покажу ингредиенты, из чего мы будем готовить. Для этого рецепта нам понадобятся груши. Это должен быть твердый сорт, желательно груши аббат. У нас аббата не нашлось, поэтому вот обычные какие есть, но твердые. Потом нам нужно пару веточек розмарина, пару веточек мяты, немножечко сахарка, немножечко меда, сливочное масло и куантро. Куантро это апельсиновый ликер, если у вас его нет, не расстраивайтесь, ничего не добавляйте. Точное количество ингредиентов я напишу в описании к этому видео. Давайте готовить. Для начала нарежем грушу. Грушу надо нарезать так, чтобы серединка вся осталась. В центре, грубо говоря, срезать грушу, середины. Нам нужны большие кубики. Грушу порубили большими кусочками и выкладываем ее в миску. И начинаем заниматься зеленью. С мятки снимаем листики, стебельки нам не нужны. Аккуратненько вот так вот. Оп. Оп. С розмарином делаем все то же самое. Веточки нам не нужны, нам нужны только листики. Можете их рвать сразу. Они нам будут давать только запах. Розмарин вообще любите? Порубим легонечко розмарин. То же самое сделаем с мяткой. Немножечко ее помельчим. Отправляем мяту и розмарин в грушу. Сейчас возьмем посудину побольше и все это дело перемешаем. Запекать мы будем в обычном подносе алюминиевом. Все это дело высыпаем сюда. Я думаю, что у нас получится два подноса. Сверху присыпаем сахарком слегонца. Я думаю, достаточно. Теперь маслица. И сверху поливаем мятком. Мед берите жидкий. Потому что если не жидкий, ничего у вас хорошего не получится. Прямо вот так вот. Красивенько, чтобы везде попало. Можно это все дело слегонца перемешать. Масло как раз подтает. Потому что оно у нас прямо из морозилки было. Алюминиевым. Алюминиевым. И второй. Так. И наш секретный ингредиент. Аппетиновый ликер. Потому что от него еще плохо никому не было. Даже вот так вот сделаем. Зажмем пальчиком. Потому что нету дозатора тут. И буквально капельочки. Просто для аромата. Груша, апельсин, мята, розмарин. Мед. Сахар. Сливочное масло. Будет очень вкусно. А тут как раз и наш уголь подоспел. Не забываем про технику безопасности. Одеваем огнеупорные перчатки. И высыпаем угли. Нам нужен непрямой жар. Поэтому угли будем высыпать по бокам с обоих сторон. С этой чуть-чуть. И с этой чуть-чуть. Распределяем угли по стенкам гриля. Знаете, как регулировать температуру в гриле? Первый способ регулирования температуры это углем. В данный момент у нас две трети стартера. Это примерно 200-220 градусов на термометре. Если взять одну треть стартера, то это будет 150 где-то градусов. А полный стартер это уже ближе к 300. Теперь ставим решетку. И отправляем нашу грушу туда. Один поднос. И второй поднос. Закрываем гриль крышкой. Открываем верхние и нижние заслонки. И ждем примерно 45-50 минут. Для этого рецепта нам еще понадобится мороженое. Поэтому пока сходим в магазин, его купим. Прошло 45 минут. Я уже вооружился двумя ложками. Одна у нас для мороженого, а вторая, чтобы зачерпывать соус. Открываем крышку и смотрим, что там. Выкладываем в тарелочку немножко груши. Можно зачерпывать прям соусом, с травкой. Груша должна быть горячая. Так. А теперь берем мороженое. У нас сегодня белорусский пломбир. Попробуем сейчас сделать шарик. Не уверен, что получится. Не хотелось колхозить наше видео. Один. И второй я сейчас сформирую. Теперь возьмем горячего соуса. Можно это дело все украсить еще ягодками. Но у нас обычная мужская кухня. Поэтому вот первую тарелку отдаю оператору. Тарелочка горячая. Печеная груша. Пряный розмарин. Немножечко мяты. И мороженое. Рецепт очень вкусный. Очень простой. Я думаю, вам понравится.